МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В основу изменений положена идея народного капитализма. Превращение работников в бенефициара в компании призвано объединить интересы коллектива предприятия. Инструментом трансформации станет программа «Цифровой инвестор». Сейчас в Норникеле прорабатывают ее детали, а запустить планируют со следующего года. Частично мы это реализуем за счет программы мотивации сотрудников акциями Норильского никеля в цифровой форме. Частично мы будем поддерживать тренд на рынке розничных инвестиций. Кстати говоря, при помощи цифровых финансовых активов можно фрагментировать покупку акции и покупать не одну акцию, а часть акции. Потому что акции все-таки достаточно дорогие, стоят порядка 20 тысяч рублей. И, разбив это на более мелкие кусочки, мы предоставим возможность инвестировать людям, у которых нет больших накоплений, которые позволяли бы осуществить более крупные покупки. Программу «Цифровой инвестор» Норникель реализует на блокчейн-платформе «Атомайс», которая заручилась статусом оператора у Центрального банка России и имеет опыт создания цифровых продуктов для компании. Владимир Потанин посетил с рабочим визитом Норильск. Сейчас Норникель реализует на Таймыре ряд крупных инвестиционных проектов. Участвует в реновации жилья, социальной инфраструктуры города. Более 80 миллиардов рублей компания вложит в обновление Норильска по соглашению с правительством России и Красноярским краем. Еще дополнительно выделит в ближайшие 15 лет 150 миллиардов рублей на то, что не вошло в программу реновации. Владимир Потанин подчеркнул, что, несмотря на непростые времена, Норникель свои обязательства выполняет, уважает и будет им следовать. Это в том числе касается и экологических проектов компании. Серная программа как раз входит в периметр тех обещаний, которые компания дала, и от нее ждут, что эта программа будет выполнена. Так же, как и многие другие проекты, она столкнулась с сложностями в связи с отказом ряда поставщиков поставлять необходимое оборудование, особенно программное обеспечение. Ей пришлось многие вещи переделывать, изыскивать заново. Из-за этого сроки ее ввода в эксплуатацию сдвинулись. Но в третьем квартале прошлого года, простите, в третьем квартале следующего года мы планируем это запустить и уже до конца следующего года почувствовать результаты. Во Владивостоке прошел Восточный экономический форум. Речь на нем, как можно было бы предположить из названия, шла не только о Дальнем Востоке, но и об арктических регионах нашей страны. В центре внимания одной из площадок форума было развитие главной магистрали российского Заполярья – Северного морского пути. В настоящий момент Северный морской путь переживает, скажем так, бум. Грузопоток и рейсовый поток по направлению в Дудинку увеличился практически на 80% за прошлый год. Проработка со стороны и госструктур, и участников рынка развития перевозок на СМП достигла очень высокого уровня. Я искренне считаю, что программа очень многогранная, и если она будет реализована, быстро ее, конечно, сделать нельзя, она долгосрочная. Мы выйдем на совершенно новый уровень. Важной частью форума традиционно стали площадки, посвященные ESG-повестке – формированию в Арктике зеленой экономики. В основе нашей стратегии заложено производство металлов с потенциально максимальным низким углеродным следом. Мы этого добились, кстати, в июне прошлого года, выпустив первую в истории компании партию нейтрально-углеродного никеля. И я могу сказать, что сегодня норильский никель является одним из передовых компаний в мире, к счастью, углеродного выброса. Совокупный объем парниковых газов от производственной действительности компании составляет порядка 10,3 миллиона тонн в год. И в планах у нас к 28-му году сокращение еще на 25%. Норникель дал старт конкурсу социальных проектов программы «Мир новых возможностей». Напомним, проводится он ежегодно и уже дал возможность реализовать в регионах присутствия компании сотни полезных общественных инициатив в сферах культуры, образования, спорта, экологии, волонтерского движения. На получение гранта могут претендовать некоммерческие организации, корпоративные волонтеры предприятий компании, государственные и муниципальные учреждения. Все участники конкурса имеют возможность проконсультироваться у региональных экспертов. Дополнительную информацию можно узнать, отсканировав QR-код на экране. Заявки в Норникель ждут до 1 ноября, а победителей объявят 23 декабря. Все первоклассники Манчегорска и Печенского округа в День знаний получили подарки от Норникеля. В этом году в муниципалитетах Мурманской области, где работают предприятия Кольской ГМК, впервые за парты сели более тысячи учеников. Поздравление от компании, традиционной, выдержавшей уже ни одно издание, и ставшей для ребят из Никеля, Заполярного и Манчегорска, можно сказать вторым букварем. Конечно, Кольская компания и компания Норильский Никель ежегодно поздравляют деток. И в этом году мы дарим вот такую замечательную книжку, как металлы построили города. Я думаю, что дети ее прочитают, изучат и будут знать всю технологию. В книге рассказ о том, как природные богатства превращаются в нужные для современной экономики металлы. Люди каких профессий в этих превращениях участвуют и как благодаря металлургическому производству развивается наш край. Кроме книги, в наборе первоклассника – светоотражающие браслеты, ручки, карандаши, краски, бланки, расписание уроков и многое другое, что поможет мальчишкам и девчонкам быстрее освоиться в новой роли вместе со своими друзьями. У меня друзья здесь давно есть, даже вместо школы, даже в саду. В семье Чернышевых книга о металлах и городах не первая. Год назад такую же получила в подарок старшая дочь Настя. Книгу они часто открывают, часто читают. Папа наш раньше был причастен к работе на Руднике Северной, поэтому они очень часто к нему обращаются, спрашивают его про металлы, про какие-то процессы. И книжку читают перед сном. Инвестиции в будущее. В школах Мурманской области стартовал проект по предоставлению быстрого доступа к системам дистанционного образования. Ученики и педагоги 15 учебных заведений Манчегорска и Печенского округа благодаря Норникелю получили возможность широко использовать современные цифровые технологии. Разработчики подчеркивают, цифровая платформа, к которой получили доступ северяне, не тренажер для прокачки отдельных знаний и навыков. Это комплексная среда для разных ступеней образовательного процесса. Есть дошкольное образование, это совсем для маленьких детишек, чтобы они получили первичные какие-то навыки, например, чтение, либо там считать какие-то цифры и так далее. В электронном формате это тоже доступно на платформе. Школьники на платформе найдут все, что включено в программу. Пособия, задания, а также то, что ни в один учебник просто не поместится. Это дополнительные материалы, интерактивные объекты. Например, по истории можно совершить виртуальное путешествие по памятникам Древнего Египта. То есть это специальное программное обеспечение, которое встроено в платформу. Родителям платформа поможет следить за успехами детей и при необходимости восполнять пробелы в знаниях. Для учителей она тоже открывает новые возможности. Учитель может давать не только базовые знания, но и углублённые знания. Здесь можно готовиться к Олимпиадам, здесь можно готовиться к конференциям. Здесь будет весь класс. Учитель будет видеть всё про ребёнка, он будет понимать, куда ребёнок движется. Я безмерно рада, как учитель, как начальник отдела образования, потому что это замечательная возможность продвинуть наших детей в качестве образования. Данный проект сегодня стартует на территории, в том числе и Манчегорска. И, на мой взгляд, это хорошее событие, потому что благодаря инициативе Норникеля обновляется и материально-техническая база наших школ. Образовательная платформа в школах Манчегорска и Печенского округа доступна уже сейчас. Но чтобы использовать все её возможности, учителя в течение сентября пройдут обучение. За это время должно поступить и дополнительное оборудование. На него и программное обеспечение Норникель выделил 35 миллионов рублей. В компании эти расходы называют инвестициями в будущее. Конечно, нам важно, чтобы ребята получали хорошее, качественное образование, готовились к ЕГЭ, готовились к Олимпиадам, к различным. Это тоже возможно на платформе. Участвовали в таком общероссийском контенте. И, конечно же, это же завтрашние наши сотрудники. Я всегда завидовал тем детям, которые проживают в городе Манчегорске, Никеле и Заполярном, в городах присутствия компании. Потому что всё равно компания помогает. Компания именно вкладывает большие, огромные и кадровые ресурсы, и финансовые, для того, чтобы дети получали качественное образование. И эта платформа именно поможет детям в освоении знаний, имени навыков. Работа над проектом, стартовавшим сегодня, началась ещё до коронавирусной истории. Пандемия ещё раз подчеркнула важность развития дистанционных инструментов. Минувшим летом администрации Манчегорска и Печенского округа подписали с Нурникелем соглашение о партнёрстве в деле цифровизации образования. Сегодня мы видим его первые плоды. Пётр Широбоков, Илья Кумлев, Борис Савельев, ТВ21+. Два юбилея пришлись на сентябрь. На Таймыре 85 лет исполнилось морскому порту Дудинка. Столько же разменял Манчегорск. Впервые день рождения столица цветной металлургии Кольского Заполярья отметила в новом статусе – города трудовой доблести. Праздновать день города в Манчегорске начали ещё накануне. В Думе культуры состоялся торжественный концерт с лазерным шоу, выступлением местных коллективов и, конечно же, поздравлениями от правительства областной думы и директора градообразующего предприятия Кольской ГМК. Действительно, мы с вами на протяжении всего этого пути прошли многолетнюю, доблестную, славную историю, делали славную историю. На протяжении всего этого пути комбинат чувствовал крепкую, верную поддержку и горожан, руководителей города. От Кольской горнометаллургической компании, от всей компании «Норильский никель» поздравляю нас с вами с этим славным юбилеем. Многих манчегорцев подметили дипломами и подарками. Например, начальнику цеха автоматизации производства Кольской ГМК Виктору Робчуку присвоили звание заслуженной металлург Российской Федерации за вклад в развитие металлургической промышленности. И самое главное, что у города есть будущее, светлое и великое. И новое современное производство, и новые жилые районы – это самое главное. И новые рабочие места. Вот это важно, что сегодня мы со всей ответственностью можем сказать, что у города не только великое прошлое, не только текущее, достойное, настоящее, но и, конечно, очень светлое будущее. Итак, на трассе участник под номером 45, экипаж из Мурмана. Утром праздничного дня на объезде в город организовали джип-шоу. Резкие повороты, глубокие ямы, вертикальные подъемы. Трасса сложная даже для профессионалов. А некоторые машины и вовсе возвращаются поломанные. Впрочем, участников это не останавливает. Расскажите, как трасса? Сложная? Не, не сложная. Камушки только, то, что колесики маленькие. А так трасса, огонь. Вообще, еще бы километры на три подольше, подлиннее. И было вообще хорошо. В это время в городском парке горожане участвовали в Крэйзи Монча. Еще одном необычном спортивном соревновании. Команда сборная, Мурманско-Патиты. Уже в этом стае участвуем не в первой гонке экстремальной. Здесь еще интересно, много этапов. И спасение пострадавшего, и экстремалка, и канатная дорога. Кайфуем, отдыхаем. Прямо. Погода хорошая. Мочегород, ждем в город. Участвуем первый раз. Интересно было испытать себя на этих каких-то этапах. Вот сейчас прошли только что веревочный парк. Оказалось, не все так просто, как с виду. Но очень интересно. Ждем следующего испытания. Традиционная часть праздника – шествие от памятника первопроходца Мончу-Тундре до главной площади города. Во главе колонны – оркестр и сотрудники градообразующего предприятия. Сколько человек из Кольского ГНК примерно здесь сейчас? У нас больше ста человек точно в колонне участвуют из основных цехов компании. Вечером всех желающих пригласили на концерт. Группа «Любэй» исполнила свои самые известные хиты. Причем пару песен вместе с мочегорскими детьми. Атас! 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 Замечательно. Сегодня такой сюрприз был с детьми. Атас – это незабываемо. Никогда такого не было. Вот за эти годы, сколько уже прошло лет с возниками этой песни, с детьми. Это потрясающе. Интересно. Я поздравляю всех горожан с этим замечательным днем, с юбилеем города. Всего вам самого хорошего, друзья. У вас замечательные места, замечательная природа и удивительные люди. Впервые Мончегорск отмечал свой день рождения как город трудовой доблести. Этот титул ему приспойли только в 2021. И можно быть уверенными – это не последнее достижение города Металлургов. Александр Пескова, Данил Скуратов, Павел Твичиков и Александр Полистовский. ТВ21+, Мончегорск. В Никеле прошел фестиваль «Гастроиндустрифест». Он был организован при поддержке Норникеля. И стал ярким событием в культурной жизни не только поселка, округа, но и всей Мурманской области. Чем удивляли гостей и организаторы, расскажет Данил Скуратов. Друзья, добро пожаловать на «Гастроиндустрифест» в Никель. Здесь можно вкусить вкуснейшую еду. Или, например, почувствовать себя актером фильма, игры или даже какого-нибудь другого меропри... Куда? Куда? Конечно, это шутка. Интерактивная косплей-фотозона на тему постапокалиптики – это часть фестиваля. Сталкер, Мэдмакс и огромное количество стимпанка отлично вписываются в индустриальную атмосферу. Перформанс с бензопилой – тоже часть праздника. Панно на тему тяжелой промышленности. Пока разглядеть здесь картину нелегко, помогает автор. Попури на картину «Сталевар» 20-х годов. Это «Сталевар», который смотрит в печь, насколько там готов металл. По соседству бесплатно делают небольшие стеклянные сувениры. Раскаленные заготовки достают прямо из печи. А дальше своими руками можно добавить узор с логотипом фестиваля. Давлю. Сильно давить? Да, прямо. Прям вообще со всей силы давлю. Огонь. Все. Поднимаешь, видишь, гастроиндустрифер. Сразу ваше творение вам не отдадут. Фигурка должна остыть. А произойдет это только через 8 часов. Из стекла здесь могут сделать что угодно. 10 секунд и в руках Александра Николаевича капля превращается в лебедя. Из массы стекла просто вытянули и получили все. А как давно вы этим занимаетесь? 40 лет. 40 лет? Так много. Площадки разнообразные. Хочешь участвовать в битве роботов, научись пользоваться огнетушителем или запишись на турнир по метанию ножей. Если замерз и хочется отдохнуть от улицы, сделать это можно в шатре. Там и в настолке можно поиграть, и в виртуальной реальности оказаться. Тут же проходят мастер-классы по кастомизации вещей. Но поскольку фестиваль не только индустриальный, но еще и гастрономический, мы не могли не попробовать. Это шаурма с лососем, которая была сделана специально для данного фестиваля. Лосось в панировке, сливочный сыр, огурчики, помидорчики. В принципе вкусно. Достаточно практически, я бы сказал. Где-то жарили, по соседству варили и закручивали роллы. Попробовать на фестивале можно было практически все, начиная пельменями, заканчивая круассанами и традиционной ухой. Разумеется, северной. На самом деле меню у нас немного новаторское для нас. Обычно мы делаем только шавермы и пиццы, но у нас в городе Мурманск сейчас, поскольку проходит такой интересный фестиваль, решили разнообразить меню. Мы сейчас подаем уху, скандинавскую с клюквой, пироги с лососем и шпинатом, а также пряный морсик с пиранством. Гвоздика идет, корица и ягодки клюквы. Очень вкусно. Фудкорт на фестивале необычный. Большая палатка с костром и лежаками. Внутри сухо и уютно, несмотря на сильный дождь снаружи. У меня дети приехали, они довольные, очень довольные. Тем, что есть все. То, что они хотели воплотить. Ребенок, робототехнику, дочь, мастер-класс по рисованию. Очень приятно. Очень. Организаторы поставили себе цель сделать праздник известным не только в Мурманской области, но и по всей стране. Хотелось сделать никель такой новой точкой притяжения на карте Мурманской области. Потому что несколько лет назад мы закрыли пловцех. И для того, чтобы здесь формировались какие-то новые жизненные сценарии, конечно, необходимо здесь развивать в полной мере туризм. Ближе к вечеру началась концертная часть фестиваля. Первый на сцену вышел Сергей Бабунец. Все в порядке, все нормально. Я беру тебя с собой. Сразу после началось фаер-шоу. С фейерверками, обручами и огнеметами. Точку в программе поставил хедлайнер праздника группа «Город-312». Опустело пространство только после 11 вечера. Но к следующему году обещают доработать несколько локаций, чтобы гостям было еще удобнее проводить время на фестивале. Данил Скуратов, Максим Чинкин, Павел Удалов, ТВ21+, Никель. Частью фестиваля «Гастроиндустрифест» стал конкурс профмастерства водителей-погрузчиков. Соревновались команды «Печенгостроя» и «Кульской ГМК». Участники на тяжелых машинах играли в баскетбол и проходили змейку на скорость. Алексей Крупнов сел за руль погрузчика два года назад. Опыта управления тяжелой машиной у него немного. Но от участия в профессиональном конкурсе он решил не отказываться. Я, честно говоря, очень нервничал и даже не представляю, насколько билетов правильнее ответил. Конечно, готовился, готовился. Вчера билет учил, сегодня билет учил. Не знаю, может быть, потому что мог понервничать, где-то не доставить, ну, или перепутать. Ну, все бывает. Человеческий фактор никто не отменял. Алексей Первый справился с заданиями. Это дало ему три дополнительных балла. Но радоваться рано. Теоретическая часть конкурса – только первый этап. Вопросы, ну, не сказал бы, сильно сложные, но они с подковырками. То есть надо подумать. В принципе, времени было достаточно для того, чтобы подумать. Вот. Ну, и ребята, я считаю, что справились. Больше 50% отвечено. После объявления промежуточных результатов – жеребьевка, а дальше на улицу. Практика проходит на площадке фестиваля Гастроиндустри. Под колесами погрузчиков непривычный бетон, а сырая земля. Задачи тоже необычные – проехать змейку с грузом на виллах и закинуть баскетбольный мяч в бочку с двухметровой высоты. Итоги конкурса подвели во второй день фестиваля. На сцену пригласили победителей – Антона Глазкова, Алексея Крупнова и Николая Коробкина. Каждый участник, даже не вошедший в тройку призеров, получил памятный подарок. Кирилл Грапиняк, Данил Скуратов, Максим Чинкин, Павел Удалов, ТВ21+, Никель. Мурманская область присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес». В Кольском Заполярье ее осенний этап из-за особенностей климата завершился раньше, чем в целом по стране. Участие в нем приняли волонтеры комбината добра Норникеля. Спасибо каждому из вас. Начнем. Акция «Сохраним лес» проходит в рамках национального проекта «Экология» и впервые стартовала в 2019 году. За это время в России было высажено более 152 миллионов деревьев. Цель 2022 года – высадить в стране еще 80 миллионов саженцев. В данном случае у нас проводится дополнение лесных культур на нашем профессиональном языке, потому что тут были уже лесные культуры посажены. Но учитывая, что это карьер, тут суровые слои, часть культуры выпала. И поэтому сейчас будет проводиться дополнение до нормативной численности. Технология тоже тут немножко отличается от обычной посадки, потому что в каждое посадочное место мы вносим немножко торфа, чтобы гусеницы были на первые годы запас питательных веществ. К акции активно присоединяются корпоративные волонтеры крупных энергетических и промышленных компаний региона. Лишних рук в таком деле не бывает. Наши коллеги из Министерства природных ресурсов позвали нас, сказали, вы присоединитесь к акции. И мы с удовольствием откликнулись, неважно, Мончегорский это район, Оленигорский район, Мурманский. Мы берем, допустим, недры, допустим, земли, грибы, ягоды, получается, и надо что-то отдавать, допустим, природе. Такие крупные предприятия на территории Мурманской области, они уже давно принимают самое непосредственное участие в сохранении природы. И сейчас любое производство, это в первую очередь зеленое производство, и направлено на сохранение природы. Поэтому ежегодно вклад с большой отзывчивостью, такие компании, как ГМК, как СЗВК, они принимают ежегодно. С утра небо над Мурманской областью было покрыто плотным слоем облаков. Дождь лил почти без остановки, но для того, чтобы волонтеры высадили 2000 сеянцев сосны, ненастная погода сделала передышку. Погода не испугала, и вот мы начали сажать деревья, и даже она улучшилась. Выглянуло солнышко, из Мурманска уезжали, проливной дождь. Здесь, конечно, природа радует. В лесничестве говорят, что при благоприятных условиях сосны обязательно приживутся, и прогуляться среди посаженных собственноручно деревьев ростом с волонтеров можно будет обязательно, но лет через 20. В северных регионах России завершился турнир «Арктический кубок чистоты». Волонтеры Карелии, Комии, Якутии, Таймыра, Ненецкого и Ямала-Ненецкого автономных округов Архангельской и Мурманской областей собрали 110 тонн мусора. Впервые в этом году к чистым играм присоединился Мочегорск. Подобные субботники, веселые состязания на пользу природе в городе металлургов – дело привычное. Начинались они как часть эко-марафона «Понеслось». Теперь стартовали в новом качестве. Стали частью большого международного проекта. Впрочем, движущая сила во многом осталась прежней. Это волонтеры Кольской ГМК из комбината добра Норникеля. Нужно было найти смельчаков, кто бы организовал эти игры. И рядом со мной стоит маленькая хрупкая девушка, мама, которая взяла на себя миссию организовать чистые игры на территории города Мочегорска. И я попрошу поаплодировать этой девушке. Это Оля Тетерина. Площадкой для чистых игр в Мочегорске выбрали территорию в окрестностях городской больницы. И добраться легко, и силы приложить есть куда. Здесь тебе и парк, и лес, и город. Обычно мы в городе собираем за предыдущие три субботника от тонны до четырех тонн собирали. Вот надеемся хотя бы в этом диапазоне собрать в этом году. В этот раз общими усилиями за полтора часа удалось собрать 3600 килограммов мусора. Соревновались более 20 команд. Участвовать могли как взрослые, так и дети. Те, кому не исполнилось еще 18, могли создать свою команду или присоединиться к взрослой. Если у вас больше двух взрослых людей, у вас взрослая команда. Вот так. Мусор собирали на время. Больше баллов получал тот, у кого улов солиднее. Дополнительные бонусы команда могла заработать, отгадывая экологические закатки, сделав удачные снимки на фотоохоте или, например, найдя необычный предмет и придумав для него историю. У нас глыба соли, большой соляной камень, и у нас история про него, что это все, что осталось от замка Снежной Королевы. Среди других, найденных волонтерами артефактов, были старая обувь, табличка «Мусор не сваливать» и даже палатка. Илья Кумлев, ТВ21+. Давняя дружба и партнерство связывают Норникель и один из самых молодых российских заповедников. В начале календарной осени в Пасвике на берегу пограничной реки прошел орнитологический фестиваль. Что удивительного и необычного показали гостям в этот раз, расскажет Енина Морозова. Орнитологический фестиваль в заповеднике Пасвик уже стал доброй традицией, собирает гостей в четвертый раз. И проводит его, опять же, традиционно в очень необычном месте на острове Варлама. Здесь протекает река Паск, где один берег российский, а другой уже норвежский. А каким получился фестиваль в этом году, сейчас расскажем. В этом году команда орнитологов Пасвика вложила в подготовку фестиваля немало сил. Оказывается, работа ученых очень интересная. Но кто может похвастаться столь тесным знакомством, например, с чечеткой? Так, рули молодые, махи не летают. Но это, смотрите, научная терминология, перья, образующий хвост, называется рулевые перья. Перья, которые образуют плоскость крыла, называется маховый перь. Как легко и бережно удерживает птица Евгений Мельников. Это кажется волшебством. И тут кроется секрет работы орнитолога. Иначе просто нельзя. На каждую тысячу окольцованных в поле зрения ученых вновь попадают лишь две-три птицы. А значит, нужно окольцевать более десяти тысяч пернатых, чтобы узнать, где они зимуют и куда улетают. Есть институт проблем экологии эволюции Северца. Там есть центр кольцевания птиц. Запомните, центр кольцевания. Вот если вы когда-нибудь птицу с таким кольцом поймали, то, соответственно, вы можете, должны, в общем-то, сообщить эту информацию. Выпустить птиц предложили детям. А дальше командная игра. Окрыленные библиотекари, оляпки и пухляки приступили к состязаниям. Первая локация – бюрдвотчинг. Нужно увидеть птицу в бинокль. Орнитолог Иван Зацаринный поделился. Надо просто знать, где она живет. Где вообще топка, такая вот, знаете, как на болотах бывает, как иловая часть с небольшим количеством воды, там будет жить щеголь. Если у вас болото ровное, травянистое, или вы в тундре находитесь, у вас будет жить золотистая ржанка. Следующий пункт – медитация под звуки леса на орнитологической вышке. И самая сложная игра – слабое звено, где отвечать нужно предельно быстро. К слову, провели ее в новенькой уютной гриль-беседке. Это подарок заповеднику Пасвик от Всемирного фонда дикой природы и общественной организации «Экоцентр». Это долгожданный такой предмет, потому что мы много встречаем здесь гостей. Нам, конечно, не хватает мест, чтобы покормить людей, и чтобы вот на какую-то погоду плохую, неудобную, людям было там тепло и комфортно. Основное количество, вот основная наша группа, они примерно до 20 человек, поэтому теперь мы сможем кормить людей в комфорте. Теперь там есть огонь. А еще всем гостям фестиваля предложили отправить открытку с символикой Пасвика прямо из заповедных мест из домика Ханса Скунинга. Приятный сюрприз от организаторов. Много я узнала птиц, разных животных, все увидела, посмотрела, было очень интересно. Люди здесь интересные, добродушные, с радостью рассказывают о своей профессии, видно, что они просто живут в этом. Фестивальный день на острове Варлама пронесся быстро, с погодой нам невероятно повезло. Сувениров, подарков, вкусных пирогов и впечатлений хватило на всех. И Нина Морозова и Борис Савельев, ТВ21+. Больше новостей компании вы найдете в телеграм-канале Норникель Лайф. Социальные и волонтерские проекты, фестивали и мероприятия, спортивные соревнования и самые важные новости о жизни городов, где работают предприятия Норникеля. Сканируйте QR-код на экране и подписывайтесь. А наша программа на этом завершается. С вами был Илья Кумлев. До встречи.